Привет всем! С вами канал Big Lady of the Small House. У меня продолжение эпопеи луковицы Мозаик. Кто помнит, три года назад я получила её пересортом. Покупала тоску, пришла Мозаик. Луковица была слабая, пожранная клещами. Тут было стандартно. Разделила копыта и луковица. Копыта была хорошая, посадила. Луковица сама погибла, но копыта дала мне трёх деток. Вот этим деткам сейчас почти три года. Вот они такие хорошие, крепенькие. Вторая стрелочка растёт. Каждая из них цветёт, причём каждая цветёт в своём собственном ритме. Это первая. Отцвела и вторую стрелочку гонит. Цветёт вторая луковка. Вернее, это самая первая, самая крупная. Это была чуть помельче, это была самая мелкая. Все они дали мне деток. Детки у меня уже отсажены. Здесь у меня прорастает, укореняется батат. Вот он. И вот третья стрелочка. Причём все три луковица, казалось бы, одного возраста, одного сонда. Но все они зимовали у меня по-разному. Эта луковица полностью скинула все листья. Эта стояла с двумя листами. Эта стояла тоже там 3-4 листа. Ну, в итоге... Кто-то спал, кто-то не спал. Но в итоге все цветут. Почему-то тут цветёт второй стрелочкой. Хорошо поспала. Хорошо кушала. Ну, посмотрите на её объём. Тут где-то сантиметров 35, наверное. Вот. Как это... Назвать это иначе, как наглядное пособие о пользе 9-литровых горшков для гиппиастромов, я никак не могу. Это сами видите. С детки до вот такого вот цветущего состояния. В прошлом году я отсадила деток. Вот здесь они растут. Я думаю, на следующий год они тоже зацветут. Попозже я каждую отделю в свой собственный горшочек. У меня рассадок для помидор. В общем, вот так. Места мало, окон мало, растений много. Все живут в тесном симбиозе. В общем, так. Так что я любуюсь. У меня цветение мозаик длится уже практически третью неделю идёт. Этот недавно завял. Этот вот цветёт третий день. Следующая стрелочка будет тут. Потом ещё одна тут. Посмотрим, может быть, ещё что-нибудь выпустят. Пока тут не видно. Ну, а как они закончат свести? Я им всем обновлю грунт. Обработаю ещё раз от клещей. Потому что, когда я их сажала, не было у меня Амиральда. А был только спрей для туристов. Так что не рисковало им. Он фитотоксичный. Так что они все будут у меня рассажены. Будут все обработаны от клещей. Деточки будут посажены отдельно. И расти. Вот. Так что возрождаем потерянный сорт. Так как его давно уже не продают. А в Китае уже его продают по каким-то фантастическим ценам. Чуть ли не по 250 евро за луковку. Так что я сейчас богачка. Миллиардерша. Шучу, конечно. Ну, в любом случае, если буду их продавать, детки, естественно, они будут дороже, чем обычно. Посмотрите на эту красоту. Сильно не боюсь отклонять. Но посмотрите на это зелёное горло. Посмотрите на эти завёрнутые лепестки. Посмотрите на эту красоту. Ну что ж. Удачного всем дня. Пока.